С инициативой ужесточения на федеральном уровне ответственности за браконьерство, а также введение обязательной фиксации уловов традиционного рыболовства, выступит глава Камчатки Владимир Солодов. На совещании по итогам Лососёвой путины 2020 в РИО руководитель Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Юрий Татаринов отметил, что несмотря на активную работу по пресечению браконьерства, прямая ответственность за транспортировку незаконно добытой продукции в законе отсутствует. Помимо этого, изъятые у браконьеров лодки по решению суда возвращаются им обратно. Кроме того, при традиционном вылове лосося, рыбаки часто скрывают истинные объемы из-за отсутствия обязательности ежедневной фиксации уловов в отчетных документах. Губернатор обозначил возможные пути решения этих проблем. Здесь выход, мне кажется, двумя путями мы должны идти. Первое, мы должны обеспечивать возможность для населения свободного доступа к водным биоресурсам в том объеме, который предусмотрен, чтобы у жителей Камчатского края не было, ну вот этого такого, мы не зажимали их, мы давали возможность соблюдением правил водной биоресурсы с установленными ограничениями по орудиям лова, по проходным дням, по другим характеристикам добывать. Одновременно, конечно, нужно усиливать контроль за осуществлением этого промысла. И здесь два основных момента. Первое, это более четкая фиксация документальная, в предложениях это зафиксировано, мы это сейчас будем вносить, предлагаю на ДВНПС тоже это обсуждать, когда, соответственно, документы, отчетные документы, они должны быть утверждены приказом Росрыболовства иметь обязательное значение. Очень важно при этом расширение работы по доступности любительского рыболовства, то, что мы тоже ведем, создание дополнительных участков и продвижение вот этого более свободного доступа добросовестных пользователей к реке, к ресурсу. Глава Камчатки отметил необходимость задействовать в охране биоресурсов беспилотные летательные аппараты и дистанционное зондирование земли. Он подчеркнул, что намерен уделять особое внимание нормативно-правовому регулированию отрасли, обеспечению доступности водных биоресурсов для населения, пресечению браконьерства, а также созданию прозрачных условий для работы рыбопромышленных предприятий. У меня предложение в целом ко всем ответственным структурам попробовать дать оценку объема незаконной добычи с тем, чтобы мы могли соотнести объем промышленного лова, объем традиционного любительского рыболовства, объем незаконной добычи. Понятно, что настолько косвенные данные по незаконной добыче, но все равно она позволит, если наша экспертная оценка будет дана, вы все опытные профессиональные руководители можете экспертно оценить объем добываемых водных биоресурсов незаконным путем, они позволят нам более аргументированно выглядеть и продвигать наши совместные предложения. Добавим, что 24 сентября во Владивостоке пройдет выездное заседание Совета безопасности Российской Федерации, на котором Владимир Солодов озвучит предложение Камчатского края по пресечению незаконной добычи водных биологических ресурсов.